Здравствуйте! Я, Касыма Ванара, приветствую вас на уроках по такому инструменту, как САС-СОРНАЙ. Итак, сегодня мы будем разбирать с вами такую детскую песню. Это народная песенка, которая называется «Ерким Ай» или «Ерким Ай». Эта песня достаточно знаменитая, очень лёгкая, для игры на этом инструменте он практически подходит с первого раза. Итак, скажу сразу, в чём сложность этой песенки. Сложность песенки в том, что она будет играться по большинству именно в верхней части, ну, либо в верхнем диапазоне этого инструмента. Используемые ноты, самые верхние, это будет «Ля». Особенность этого инструмента заключается в том, что практически каждый инструмент сам не похож друг на друга. То есть они могут быть как братья, ну, либо как сёстры, но инструмент одинаковых инструментов не бывает. Ну, вы понимаете, в силу того, что этот инструмент, во-первых, делается руками, во-вторых, в силу того, что этот инструмент глиняный. И практически не бывает одинаковых инструментов. Есть такие секреты, либо особенности этого инструмента. Заключаются они в том, что внизу чаще всего надо дуть менее слабо, чем наверху. То есть, соответственно, ну, в среднем возьмем от «Ля», «Си», «До», «Ре», «Ми». Ну, даже «Ми» уже практически вы будете сильно ощущать, что меняется интенсивность подачи воздуха. И от «Ми», «Фа», «Соль», «Ля» уже надо дуть достаточно крепким, интенсивным таким воздухом. То есть подача этого воздуха должна быть достаточно сильной. В этом случае тогда будет получаться очень чистый звук. И именно вы будете попадать в ту ноту. Так как также такая особенность у инструмента есть в том, что когда вы можете просто одним дыханием подачей воздуха изменять ноту, при этом не изменяя пальцев. Допустим, мы с вами возьмем, ну, ноту «Ми». Чаще всего бывает самая менее капризная, самая чистая нота. Итак, давайте я попробую просто сыграть ноту «Ми», но с разной интенсивностью подачи воздуха. Это средняя подача, такая достаточно ровная. Теперь я возьму слабее. То есть вы уже слышите, что звук идет чуть ниже. А теперь я попробую взять просто сильнее, с самой большой атакой воздуха. И покажу еще раз. То есть вы понимаете, что просто от одного дыхания можно изменять практически ноту. На полтона ниже, сама «Ми» на полтона выше. Вот такие интересные нюансы этого инструмента. Ну, теперь давайте приступим к разбору произведения, детского произведения «Ерки Май». Произведение очень легкое. Его условно можно разделить на четыре части. То есть давайте разберем с вами по частям. Первая часть. Она начинается с ноты «Ми». Для того, чтобы открыть «Соль», надо поднять четвертый палец правой руки и открыть нижнее отверстие. То есть, еще раз повторяю. «Ми», «Ми», «Соль», нижнее открыли, открыли четвертый палец, «Соль», также еще одно, «Соль», и снова «Соль». То есть, давайте почитаем с вами. Первая идет одна «Ми», затем идет «Соль», раз, «Соль», два, «Соль», три, «Соль», четыре, и снова возвращаемся к «Ми». Итак, «Ми», четыре, «Соль», 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 снова «Ми», «Фа». Вот «Фа». Для того, чтобы сыграть «Фа», вы открыли просто четвертый палец правой руки, нижнее отверстие в этот раз мы не открываем. Итак, повторю. Первая часть этой песенки. «Ми», «Соль», 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 «Ми», «Фа». Я надеюсь, все понятно. Одна «Ми» в начале, четыре «Соль», еще раз повторяю, где они. Нижнее отверстие открыто большим пальцем. Также вы открываете вот это отверстие, «Соль», потом снова возвращаетесь к «Ми», то есть для этого вы снова закрыли нижнее отверстие и закрыли отверстие четвертым пальцем правой руки. «Ми», «Фа». Итак, приступаем к разбору второй части. «Фа», то есть с вами мы закончили уже на «Фа», вы понимаете, что эти два отверстия открыты и вот это отверстие открыто. «Фа», «Ля». Для этого вы открываете абсолютно все отверстия на инструменте и возвращаемся к тому, что инструмент держится практически на трех, иногда четырех пальцах, если вам удобно так держать. И все, все остальные отверстия будут открыты. То есть держим большим пальцем левой руки, указательным пальцем левой руки и мизинцем левой руки. Если удобно, мизинцем правой руки вы придерживаете этот инструмент для того, чтобы он просто у вас не выпал, потому что все отверстия вы должны открыть в этом случае при ноте «Ля» второй октавы. Итак, возвращаемся к началу второй части. «Фа» вы открыли. «Ля», 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 «Ля». То есть четыре «Ля» под подряд идут друг за другом. Снова «Фа», «Ля», «Фа» вы снова закрыли отверстие нижнее, отверстие четвертым пальцем левой руки и указательным пальцем, либо вторым пальцем правой руки. У нас вышла «Фа» и «Соль». «Ля», «Соль» вы открыли просто нижнее отверстие. Правой рукой большого пальца вы открываете это отверстие. Давайте повторим с вами вторую часть. Она начинается с «Фа», «Фа», «Ля». Еще раз повторяю, что все отверстия открыты как нижние, так и верхние. «Ля», 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 «Фа». Закрыли отверстие левой рукой, закрыли отверстие правой рукой и также нижнее отверстие «Фа», «Соль». Итак, в третьей части вы полностью играете все то, что вы играли в первой части. Это уже гораздо проще, я думаю, будет. Повторяю. «Ми», «Соль», «Раз», «Соль», «Два», «Соль», «Три», «Соль», «Четыре», «Ми», «Фа». Итак, еще раз повторяю, что третья часть полностью повторяет первую часть. Итак, теперь переходим к четвертой части. Она заключительная часть. Она немножечко будет отличаться от первых трех частей, потому что она будет уходить на более нижние ноты. Но это будет не так сложно. Итак, предыдущая нота, на которой мы закончили третью часть, это нота «Фа». Повторюсь еще раз. Для ноты «Фа» нужно будет закрыть левой рукой четвертый палец. Здесь помним, что отверстия нет. Правой рукой второй палец и нижнее отверстие, то есть большой палец, его закрывает. Это нота «Фа». Итак, с нее мы начинаем четвертую часть этой детской песни. «Фа», одна нота «Фа», одна нота «Соль». Для того, чтобы «Соль» открыть, мы открываем большой палец правой руки, то есть нижнее отверстие инструмента у нас открыто. Теперь переходим к ноте «Ми». Итак, нота «Ми». Чтобы взять ноту «Ми», мы должны закрыть четвертый палец левой руки, закрыть четвертый палец правой руки, второй палец правой руки и нижнее отверстие инструмента, то есть первый палец правой руки. Итак, «Ми», в этом случае у нас выйдет нота «Ми». Их у нас две. «Ми», «Ми». Теперь «Ре». Для того, чтобы сыграть «Ре», нужно всего лишь закрыть одно отверстие. Это левая рука, третий палец, вы закрываете это отверстие. В этом случае у вас переходит с «Ми» на нотку «Ре». «Ре» также идет «Две». «Ре», «Ре». И заключительная нота у нас идет «До». Для этого нужно сделать немножечко сложное такое движение, когда одновременно вы должны закрыть один палец и одновременно в этот же момент открыть второй палец. То есть, повторяюсь еще раз, третий палец на правой руке вы закрываете отверстие и четвертый палец на левой руке вы открываете другое отверстие, рядом стоящее с ним. В этом случае выйдет нотка «До». Итак, повторюсь, для того, чтобы сыграть нотку «До», нужно закрыть все отверстия на инструменте, кроме четвертого пальца правой руки. То есть, кроме этого нижнего отверстия, соответственно, самое закрыто уже давным-давно у нас. Итак, давайте я теперь повторю все четыре части, друг за друга проговаривая нотой и открывая пальцы при этом. Итак, начинается с нотки «Ми». «Ми», «Соль», 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 «Четвертая соль», «Ми». Для этого мы закрыли нижнюю ноту, нижнее отверстие. «Ми», «Фа». Вторая часть этого песенки «Фа», «Ля», «Открыты все отверстия», «Ля», «Ля», «Четвертая ля», «Фа». То есть, закрыли нижнее отверстие, вот оно закрыто, нижнее отверстие, верхнее отверстие, «Фа», «Соль». Третья часть очень легкая, потому что она полностью повторяет первую часть. «Ми», нижнее отверстие закрыли, верхнее отверстие закрыли и оставляем только посередине отверстия открытые. Третьи пальцы и правой руки, и левой руки. «Ми», «Соль», 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 «Четвертая соль», «Ми», «Фа». И заключительная часть, либо четвертая часть этой песенки «Фа», «Соль», только одно отверстие открывается, это нижнее. «Ми», теперь для того, чтобы перейти с «Соль» на «Ми», нужно закрыть и нижнее отверстие большим пальцем, и верхнее отверстие четвертым пальцем правой руки. «Ми», «Ми», «Ре», «Ре», «До». Итак, на этом мы разобрались с вами полностью правую и левую руку этой песенки. Теперь давайте попробуем разобраться, что у нас творится с дыханием, потому что дыхание дает ту самую штриховку, ту самую окраску произведению. Произведение, потому что можно с дыханием, если играть коротко и давать короткие звуки, оно будет довольно отрывистым, довольно таким, ну, может быть, нервным, а можно, наоборот, играть одним дыханием все произведение, и оно тогда будет очень, ну, такое лиричное, красивое, протяжное. Но в нашем случае это детская песенка. Так что можно его сыграть достаточно коротким дыханием, просто залеговывая или соединяя первые две нотки. Чтобы было то самое короткий звук, для этого при подаче звука надо звук подавать через букву «Т». То есть «Т», «Т». Вот язычок, он должен прям остро закрывать оставшееся отверстие во рту, и в этом случае получится нотка «Т». Итак, как я говорила, залеговываем первые две нотки. То есть нотки ми, соль, они должны быть вместе, не разделяя дыханием. А дальше мы уже разделяем дыханием через букву «Т». И снова возвращаемся к ми, фа. Вторая часть этого произведения будет такая же. Также вместе сыграли фа, ля. И остальные нотки будут у нас также через нотку «Т». Очень коротко. Ну, третья часть, как вы уже догадались, повторяется полностью, как и первая часть. И в конце можно залеговать, можно, в принципе, и отдельно попробовать сыграть. Давайте попробуем с вами все отдельно на буковке «Т». Можно попробовать сыграть все вместе. Но давайте залегуем тогда по две нотки. То есть так же, как мы сделали в самом начале. Вместе две нотки залеговали, а дальше на буковке «Т». Итак, попробуйте «и так, и так». Как вам будет легче? Потому что детские песни, они достаточно лояльны и свободно позволяют баловаться или изменять штриховые какие-то рисунки. Ну, еще раз напомню, что все штриховые рисунки вы делаете только с помощью дыхания. В этом уроке мы с вами изучили такие две штриховки, как «лига». Когда вы одним дыханием соединяете одну, две, может быть, несколько нот и буковку «Т». То есть это дает тот самый остренький такой звук, который позволяет нам в данной песенке изменить настроение. То есть оно становится более легким, более веселым и, наверное, более детским. Итак, на этом уроке мы с вами разобрали такую детскую песню, как «Ерки май» на таком замечательном, лиричном и красивом инструменте «Сосернай». С вами была я, мультиинструменталист Анара Косымова.